Периодически бывают такие признаки, которые нам говорят о том, что не все в порядке у нас с желудком, с желудочно-кишечным трактом. Может быть у кого-то отрыжка. Поднимайте руки, у кого есть? Бывает. Хорошо. У кого-то может быть изжога. Хорошо. У кого-то бывает вздутие живота, поели, надувается. Угу. Хорошо. Может быть периодически какие-то непонятные боли в животе. То там поболит, то там поболит в разных местах. Окей. Окей. Бывает. Хорошо. Может быть склонность к запорам. То есть я понимаю, что никто сейчас руку не поднимет. Я на это даже не рассчитываю. Подмигните. Сосед не увидит, а мне будет весна картина. Есть? Есть запор? Что еще раз? Если наоборот? Другим глазом. Давайте запор на правый, послабление на левый. Смех смехом. Но у большинства аудитории есть некие функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. А вот теперь давайте лучше задам такой итоговый вопрос. А кто бы хотел, чтобы у него было с пищеварением лучше, чтобы лучше переваривалось, чтобы что-то вообще работало лучше? Есть такие? Вот, 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 правильно вопрос мы с вами вместе зашли. Почему я вообще занялся вот этим вопросом? Я же остеопат. Я же по костям. Сейчас я вам скажу. Моя работа как механика наладить положение костей, что криво стоит, сделать, чтобы стояло прямо, и тогда все должно само по себе заработать. Вот это работа остеопата. То есть вот машина ехала, врезалась, помялась, вот мне вот это вмятины, все надо убрать, все поставить, где раньше было. Так вот, друзья, любой остеопат обратит рано или поздно внимание, что кому-то проще помочь, кому-то тяжелее. Хотя вроде делаешь то же самое, и у людей вроде одинаковые травмы. Так это зависит от того, насколько хорошие ткани в человеческом теле. Если тело напитано витаминами, микроэлементами, достаточно белка, железа, кальция, магния, витамина Д, в первую очередь, тело крепкое, и от определенного объема моей работы будет определенный результат. Если тело слабенькое, худенькое, если не хватает витаминов, микроэлементов, работать гораздо сложнее. Мне был интересен вопрос, а что я могу сделать такого, чтобы лучше был результат вот этой работы. Таким образом, я прямо-таки уткнулся, как автомобиль в столб, к функцию кишечника. И что я обнаружил? Мы все знаем, что функция любого органа зависит от того, какое окраснабжение у этого органа. Согласны? Когда плохо работают сосуды сердца, начинается у человека ишебическая болезнь. Когда плохо работают сосуды мозга, у человека пропадает память, забывают, как его зовут. А когда ухудшается кровообращение к кишечнике, начинаются проблемы с пищеварением. И вот скажите мне, пожалуйста, глядя на этот рисунок, может ли то, что мы засовываем сюда, кардинально изменить то, что притекает к кишечнику? Я приведу пример про прием сосудистых веществ. Например, у маленьких детей после родовой травмы могут сжиматься кости, и они сдавливают сосуды, по которым кровь течет головному мозгу. Неврологи назначают какие-то сосудистые средства, которые усиливают кровоток. И они действуют ровно столько, сколько ты их принимаешь. Первое. Если кость зажала сосуд, то никакая таблетка не сместит эту кость и не освободит сосуд. Логично? Более того, когда мы начинаем принимать эти сосудистые средства, у детей часто возникают различные побочные эффекты в виде возбуждения, компульсивности и тому подобное. То есть такие моменты имеют побочные эффекты. Почему еще я решил заняться вопросом изучения функции кишечника? Я проводил много марафонов про животы. Марафоны, посвященные опущению органов. Выполняя упражнения, участницы говорили, что у них значительно улучшилась функция кишечника. У многих начали проходить запоры, вздутие, уменьшились боли в животе. И мне, как исследователю, было интересно, с чем это связано. То есть мы должны, друзья, понимать, что этот живот не просто выглядит эстетичней, и он не просто более подтянутый, а в этом животе гораздо лучше, чем в этом работает кишечник, мочевой пузырь, и потом гораздо лучше циркулирует кровь во всей нижней части тела. Любой торчащий живот, за исключением беременности, это признак упущения внутренних органов. Встречается это состояние примерно с той же самой частотой, что и сколиоз, то есть примерно в 95% случаев. Сосуды к кишечнику ведут вот по этим желтым связочкам, которые называются прыжейки. Мы сами знаем прекрасно, что если трубка натянута, что с ней происходит? Сужается натянутая трубка, правда? И если прыжейки натянуты, то, естественно, сосуды сужаются, они хуже работают. И чтобы мы не засовывали в кишечник, не поднимется он, и напряжение, натяжение с этих сосудов не пройдет. Понятно? Они также будут оставаться суженными. И плюс есть еще механический фактор, когда вся вот эта вот масса опускается в таз, одно начинает давить на другое. Ну вот как, например, если мы купили на рынке ящик с виноградом, привезли домой целенькие виногратики. А если мы возьмем этот виноград, положим в такую высокую сумку, то когда мы привезем его домой в такой упаковке, снизу будет капать, правильно? То же самое и здесь. Когда кишечник опущен глубоко вниз, когда там все сдавлено, естественно, там ухудшается правообращение. Основная причина проблем, которые связаны с пищеварением, это ухудшение правообращения кишечника. Почему вообще настолько важна эта функция кишечника? Через кишечник мы выводим яды. Да, что еще? Усвоение питательных веществ, которые уращались. Усвоение питательных веществ. Умм, хорошо. Да? Еще раз. Иммунитет. Да, что еще? Состояние всего организма. Состояние всего организма. Что еще? Ну, самое-то главное. Настроение. Ну, я понимаю, что вы знаете эти тонкости, но вот самое-то главное, что кишечник делает. Ну, друзья, самое главное, что делает кишечник, он обеспечивает нас питательными веществами и энергией для повседневной деятельности. Так? Это наша энергетическая станция. Возможно, вы были в каких-то таких отдаленных деревнях, городках маленьких, где плохое напряжение в сети. Включаешь лампочку, она туз, логорит, да? Ну, и напряжение может прыгать. И когда там включаешь электроплитку, на ней долго-долго все готовится. Желательно, чтобы наша-то электростанция работала хорошо и давала хорошее напряжение, и был высокий уровень энергии. И без хорошей функции кишечника это практически невозможно. Именно поэтому столь важно, чтобы он хорошо работал. Симптомы, которые могут указывать на недостаточную работу, я вам перечислю. Вот то, что мы сами делали в самом начале, глубокий вдох и глубокий выдох с втяжением живота, это одно из простейших и эффективнейших упражнений для улучшения функции кишечника. Давайте еще раз его поделаем. Я пока что немного это покомментирую. Вдыхаете полным животом, чтобы он надулся, и выдыхаете, чтобы он глубоко втянулся. Вдох, чтобы живот сильно-сильно надулся, и выдох, чтобы он сильно-сильно втянулся. Вы делайте, а я буду вам немножко объяснять, что во время этого происходит. Во время этого мы массируем свой кишечник. В кишечнике много крови и лимфы. И когда вы делаете такие движения брюшной стенкой, вы эту кровь и лимфу прогоняете в общий кровоток, и потом, надувая живот, опять приводите в кишечник. То есть вы обеспечиваете баланс жидкости, усиливаете движение жидкости во всем кишечнике, улучшаете его функцию. Глубокое дыхание усиливает тонус парасимпатической системы. Симпатическая система — это драться или убегать. Парасимпатическое — это отдыхать и размножаться. И вот сейчас вы активируете парасимпатическую систему, которая как раз и стимулирует работу кишечника. Вы наверняка слышали о правиле 30 до 120 после. Мы сейчас слышите. Значит, включите ваше прям полное внимание, потому что тот совет, который я вам сейчас дам, будет сэкономить для вас миллион рублей как минимум. Значит, правило 30 до 120 после. Это правило, по которому нам нужно пить не более чем за 30 минут до еды и потом не менее чем через 2 часа после еды также пить. Вы вообще как считаете, после еды нужно запивать или нет? Нет? Да неужели никто не любит чайку выпить после еды? Пьете? Хорошо. Я буду вас кодировать, чтобы вы не пили. Оказывается, кодировать нужно не только против алкоголя, но и против чая. На самом деле против любой жидкости. Давайте посмотрим еще раз повнимательнее, как устроен наш кишечник и как он располагается в брюшной полости. У нас все очень плотно упаковано, как в вакуумной упаковке. В виде такого комплекса, который начинается сверху от ротовой полости, идет в пищевод, в желудок. То есть это некая механически-химическая фабрика, некий конвейер. И от того, как на том или ином этапе конвейера проходит процесс, будут зависеть все остальные стадии. Прямо вот сейчас начинаем осознавать, что каждый из нас владелец, хозяин вот такой фабрики. Вот если бы вы были хозяином фабрики, вы бы хотели, чтобы на каждой стадии все хорошо происходило, чтобы вы получали классный продукт на уровне ротовой полости. Это дробильный цех. Чтобы представить себе, насколько тщательно нужно жевать, подумайте, что у вас внутри живет маленький ребеночек. Он не может жевать, у него нет зубов. Ему нужно как-то эту пищу подготовить. Знаете, вот раньше, когда у стариков не было зубов, сажали внука, он ему жевал и старичок ел. На самом деле, внутри нас такое же существо живет, и нужно его накормить хорошо пережеванной пищей. Если дробильный цех не отработал свою функцию, то химическая лаборатория не сможет вот эти неподготовленные части должным образом переварить и усвоить. Согласны? Итак, пища поступает в желудок. Что происходит дальше? Вот есть люди, которые прямо активные сторонники того, что еду нужно запивать. Иногда люди говорят, что вот, ты пьешь воду, и она по малой кривизне падает куда-то в тишечнике, ни на что не влияет. Ну вот смотрите, это рисунок желудка художника, а вот это рентген, желудок, который в животе у живого человека. А вот у нас место, где содержимое желудка попадает на сперстную кишку. Видите, да? Что у нас выше? Вот если вода входит в желудок, она где будет? Она сюда потечет или она сюда потечет? Вниз пойдет, правда? Пища попала в желудок. Она начинает перемешиваться с соляной кислотой, начинает перемешиваться с пищеварительными ферментами, и она должна смочиться слизью. И вот все те реакции, которые должны произойти в желудке, должны произойти при правильной концентрации всех ферментов. Ну, давайте такой образ, да? Вот зубодробильный цех раздробил пищу, пища опустилась в желудок, и здесь прибежали мужики с пилами, и начинают это все пилить, 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 пилить. Пилить это все на кусочки, чтобы передать дальше. И вот они, значит, пилят, пилят, вы хлобысь в стаканчик водички. Значит, вода опускается в желудок, и мужики, значит, в этой воде тонут, пилы в стороны, мужики не знают, куда деваться, не попилили, и все это дальше устремилось в двенадцатиперстную кишку в таком виде. И причем, друзья, смотрите, какой интересный момент. Когда пища попадает в желудок, в нем перемешивается вот со всеми секретами, соляной кислотой, со слизью, с ферментами, она опускается сюда, это так называемый антральный отдел, и вот уже из этого места она начинает порциями сюда поступать, переварилась чуть-чуть, отправилась, переварилась, отправилась. Это называется химус. Именно здесь наиболее активное пищеварение, и именно сюда поступает вода, которую вы можете выпить. Таким образом, если мы пьем после еды, мы очень сильно нарушаем процесс пищеварения. Просто катастрофически. То есть, друзья, вот то, что все делают, принимают витамины, биодобавки, корректируют диету, это все правильно, это все может работать. Но до тех пор, пока мы простейшие базовые вещи делаем неправильно, это не будет работать. В то же время, если мы сделаем базовые вещи правильно, то это сработает в 10 раз лучше. Понятно? Мы не противопоставляем одно другое. Оно должно работать в совокупности. Но есть первое и второе. Первое — это правильное кровообращение в кишечнике и правильный режим питья. Не просто так слово «живот» во многих восточноевропейских языках до сих пор обозначает «жизнь». И не просто так именно в животе у женщины развивается ребенок. Еще одна жизнь. И, конечно, то место, которое является источником жизни, должно функционировать хорошо. Согласны?